Девушки отдыхают Девушки отдыхают И сегодня наедине со всеми Патриция Кал Добрый вечер Спасибо большое, что вы нашли время и возможность прийти к нам Тем более, что у вас такой плотный график И вы начали свой гастрольный тур по России Действительно И тем более, у меня уже было более ста концертов в нескольких странах И я немножко устала, конечно Но я очень рада, что вы пригласили меня Спасибо большое Для вас, наверное, не секрет, что вы очень любимы в России Нет, это не секрет Вы знаете, наша история любви продолжается уже 25 лет Я знаю, что вы, русские, очень любите французскую песню Может быть, мою историю Я родом из большой семьи, многодетной Я для того, чтобы построить свою жизнь Очень много... Очень многим пожертвовала и много работала В чем-то мы... У нас похожая душевная организация Вы сейчас гастролируете с Туром И поете песни Эдит Пиаф Вы чувствуете, что вы с этой женщиной Похожи отчасти с судьбами Ну, скажем, что у нас схожая манера Говорить об одних и тех же вещах Правдивая Честная К счастью, моя жизнь не так мрачна, как ее Конечно, я пережила некоторые вещи Которые она также пережила в своей жизни И действительно, она невероятно популярна И я тоже популярна и горжусь этим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эдит Пиаф Всю свою жизнь отчасти искала Семьи И бежала от одиночества Вы в каком-то смысле Тоже повторяете этот поиск семьи Хотя вы были седьмым ребенком в семье Но ваш успех отделил вас от вашей семьи На какое-то время Действительно, меня можно назвать Знаете, как это говорят Случайным ребенком Моя мать всегда мечтала о дочке Родилось пять братьев Потом девочка И они уже хотели остановиться А тут появилась я И для меня всегда была Очень важна семья Я была всегда очень близка с моей семьей К сожалению, моя профессия Это моя страсть И она, конечно, отдаляет от семьи Географически, километрами И потому что семья Уже не знает вас В некоторых проявлениях Когда я поехала первый раз в Париж У меня были очень серьезные комплексы Мой французский язык был недостаточно хорош Лексикон Словарный запас был очень небольшим Я чувствовала себя неуютно Моя семья Так же это ощущает Потому что сегодня Сейчас мой французский гораздо лучше Я говорю уже и по-английски Я путешествую по всему миру И это сложно Это профессия, которая отдаляет вас Она предполагает одиночество Кажется, что вы всегда кем-то окружены Но в то же время Вы всегда одиноки Все песни Дит Пиаф О огромной любви Правильно ли было бы сказать, что Огромной любовью в вашей жизни Была ваша мама Которая так рано умерла Ну, скажем, я потеряла ее слишком рано Это правда Она Ее не стало Она была совсем молодой Я бежала от этой боли Если можно так сказать Я защищалась от этой боли С помощью любви публики Публика защищала меня от горя И я очень долго не могла оправиться Когда я не стала моего отца Это тоже был сложный момент Но я уже знала, как это бывает Я знала вкус этой боли Да, действительно, моя мама Это моя большая история любви Но, конечно, и мужчины были в моей жизни Но это совсем другое А почему после смерти вашей матери Вы надели ее обручальное кольцо И так долго его носили? Что это был за жест? Ну, во-первых Я хотела носить что-то, что ей принадлежало Что она всегда носила с собой На себе И ее кольцо идеально подошло мне Я чувствовала, что это меня защищает Дает мне силу В 95-м или в 96-м А может быть, даже позже Я сказала себе, что она Слишком близко Слишком много ее в моей жизни Когда я ношу ее кольцо Как будто я живу в ее тени Нельзя так привязываться к кому-то Нужно жить немножко своей жизнью Из автобиографии Патрисии Касс Я хотела бы видеть тебя большой Говорила она мне И ради нее я не переставала расти Пусть изогнала себя в угол в конце концов Как будто меня заперли в камере Эдит Пиавчий, песню вы сейчас поете Была очень ранимым, но и открытым человеком Вы очень долгое время Производили впечатление человека Совсем застегнутого на все пуговицы Но недавно встали на путь откровенности Когда вы написали потрясающую книгу Тень моего голоса У вас возникла потребность высказаться У меня были комплексы Очень много Я сомневалась в самой себе Много всяких страхов И, конечно, бессознательно мы защищаемся Когда мы не чувствуем себя в своей тарелке Меня просили написать автобиографию Много лет уже И я была не готова До этого я не была готова И потом, однажды Может быть, это вопрос возраста Я сказала себе Я могу попробовать Я должна сказать Что успех этой автобиографии Очень мне помог Это была своего рода терапия И это изменило мой взгляд на меня Самое извне В первый раз в своей жизни Закрыв книгу Я сказала себе Я хороший человек И то, что я делаю Это хорошо Книга вам помогла Почувствовать Что вы не одна Или Истина, которую знала И Эдит Пиаф И Аллен Делон Когда-то с вами поделился Что плата за успех Является одиночество Осталось все равно при вас Правда Когда я встретила Аллена Делона И когда он мне сказал Что цена успеха Это одиночество Я подумала Этот человек Знает жизнь Он знает О чем говорит И я приняла это Как своего рода истину Но на самом деле Это было очень Жестоко Конечно У меня бывают Потрясающие Очень сильные моменты Я бываю Очень счастлива Но Конечно Это Это одиночество Оно присутствует Может быть Именно по этой причине Я люблю сцену Я могу разделить Со взглядами людей С их слезами С их эмоциями Себя Ваш тур Посвящен 50-летию Со дня смерти Эдит Пиаф Для меня удивительно То Что вы решили Петь ее песни Ведь когда-то На заре Вашего Творчества Вашего успеха Вас очень часто Сравнивали с ней И тогда Мне казалось Что вас это сравнение Задевает Не то чтобы Меня это задевало Меня это не задевало Это была Огромная удача Меня сравнивали С Эдит Пиаф И С Марлен Дитрих Это великие женщины Такие сильные И красивые Их внутренняя сила Очень велика Но я не очень люблю Клише Не люблю Этикетки И сравнения Мне кажется Что у каждого человека Своя жизнь Свой образ мыслей Своя личность Я думаю Что нужно иметь Жизненный опыт Для того чтобы Петь песни Эдит Пиаф Конечно можно И в 18 лет Петь Пиаф Но для того Чтобы по-настоящему Прочувствовать Нужно иметь мужество У меня всегда Я всегда была храброй Но мне не хватало Уверенности в себе Уверенности в себе Уверенности в себе Уверенности в себе Вашей жизнью Но вы относитесь К вашим чувствам И вообще к любви И к мужчинам Как-то Для меня Удивительно Вы пишете Что когда появляется Новый мужчина В моей жизни Он всегда восхищается Тем что я делаю И как я это делаю И как меня воспринимает Моя публика Но очень быстро Он начинает испытывать ревность Он становится любовником При супружеском союзе Потому что Моя история с публикой Это всегда главное Вы никогда не думали о том Чтобы предоставить Все-таки мужчине его место И чтобы ему не пришлось Соперничать С вашей публикой Ну скажем Что в тот момент Когда я влюблялась Я полностью проживала Это чувство Может быть для того Чтобы любить кого-то Нужно прежде всего Любить себя Чтобы любить мужчину Нужно любить Полюбить себя Поэтому я и говорю Что я изменила взгляд на себя Я думаю Что моя следующая история Любви Будет совсем другой И когда я говорю Что Моя самая большая История любви Это моя публика Потому что Я может быть Не знала себя Я как женщина Я Недооценивала себя Как женщина У вас даже Сценические костюмы Всегда были Так Откровенные По сравнению с тем Какой стиль Вы выбирали В жизни Что казалось Что отчасти Вы хотели Соблазнить Свою публику Что это и были Отношения Мужчины и женщины Вы знаете Ну да Для меня Конечно Выход на сцену Это было Своего рода Свидание Как Любовное Свидание Когда я говорю Что я Не очень Люблю себя В то время Я всегда считала Что на сцене Я красивее Чем в жизни Я не думаю Что я пыталась Соблазнить Публику С помощью Моего гардероба Особенно Декольте Потому что Честно говоря Это Не моя Сильная сторона Далее Наедине Со всеми Как можно было Устоять Когда за тобой Ухаживает Сам Алан Делон Такой красавец Всемирно известная Певица Патрисия Касс Заключила свой Первый музыкальный Контракт В 13 лет В 19 Она записала Дебютный диск Продюсером которого Выступил Жерар Депардье Трижды Альбом Патрисии Признавали Алмазным Звание Лучший исполнитель Года Присуждали В 8 раз Но не ради Наград Девушка из народа Покоряла музыкальный Олимп А для того Чтобы порадовать Свою маму Она верила Что Патрисия Станет великой певицей Но умерла От тяжелой болезни Едва успев увидеть Как ее дочь Становится звездой Так и не смирившись С этой потери Касс Полностью отдалась работе Не выходила замуж А несколько лет назад Узнала Что уже никогда Не сможет иметь детей Трагедия материнства Была и у кумира Патрисии Эдит Пиаф Ее песни Прозвучат в мировом Турне Касс С гастролями Певица выступит в России Заключительные концерты Пройдут 2-го и 3-го Декабря В Санкт-Петербурге И Москве Насколько я поняла Из вашей биографии Любовь вас В общем Напугала Мужчины Случалось Делали вам больно Как вы справились С этой Невероятной Для меня Историей Не все Конечно Не все Когда ваш Ваш возлюбленный С которым вы прожили Заканчивается судебным иском В котором Филипп Претендует на деньги И имущество Патрисии Да Это очень русская история Должна сказать Может быть Современная русская история Не знаю Доходит ли дело До судов И разбирательств Но количество мужчин Вы пугаете меня Честно говоря В таком случае Я не буду Знакомиться С русскими Мужчинами Нет-нет У нас много Олигархов Знакомьтесь Но появился Действительно Отдельный Класс Таких мужчин Которые Предпочитают Жить За счет Женщины Я думаю Что это Огромный Удар По чувствам Когда твой Возлюбленный Начинает С тобой Вступать В меркантильные Отношения И тем более Идти в суд Он требовал Материальной помощи Я помогла Ему материально Но знаете В то же время Это полезно Потому что Теперь я Умею защищаться Один раз Я обожглась Но больше Никогда Самые сложные Были годы Которые Прошли После Этой истории Вы не верили Никому? Я Никому Не доверяла Да Я опасалась Всех И бедняги Они конечно Платили по счетам Другого человека Очень сложно Было Мне кому-то Отдать доверие И проявить Любовь И все же На сегодняшний день Я говорю себе Что если Мужчина Полюбит меня За мою известность За то Что я Патрисия Касс Мне же не 20 лет Он не может Меня полюбить Потому что Я молодая девушка Из автобиографии Патрисии Касс Я уничтожена Он разбил Мои надежды Мужчины Меня разочаровали Я считаю Их заносчивыми Меркантильными И трусливыми Болванами Предсказуемыми И инфантильными Вы прошлое Зачеркиваете Его для вас Нету Нет Я конечно Не зачеркиваю Но Я учусь И я Многому научилась Это Внутри меня Я вижу Жизнь Сегодня И впереди Вижу Будущее Любовь Это довольно Спонтанное Чувство Внезапные Поступки Иногда Она диктует Для вас Было Испытанием Когда Аллен Делон С которым Вы были Дружны И ваша дружба Была достаточно Близкой На одной из церемоний Представил вас Как женщину Которую он любит В 90-м году На одном из Центральных Французских Телеканалов Аллен Делон Вел программу С участием Патрисии Каас Представляя ее Он сказал Сейчас вы увидите Мадемуазель Каас Это божественно Красивая женщина И великая певица Я люблю ее Речь актера Послужила темой Для извительных сплетен Ведь дома Аллена Делона Ждала его Беременная подруга Манекенщица Розали Вас это испугало? Ну скажем Я испугалась Потому что я родом Из маленького городка Приграничного Я Совершенно не доверяла Сама себе И вообще никому А тут Аллен Делон Может быть Если бы я его Встретила сегодня В таком вот Своем нынешнем состоянии У нас была бы Потрясающая Красивая история Не сложилось бы что-то И в то же время Я Очень счастлива Потому что мы друзья Вы знаете Романы Истории любви Они длятся Длятся А потом заканчиваются А я Дружу с ним Уже 20 лет И я счастлива То есть Вы думаете Что если бы Между вами состоялся Роман То дружба Не получилась бы? Может быть И получилось бы Но не знаю Сколько бы он Продлился Может быть Не так долго И если сейчас Он относится Ко мне С таким уважением Это может быть Моя заслуга Потому что Между нами Не было Вот этого Маленького бонуса Я думаю Что он уважает меня Потому что Все женщины Готовы Отдаться Этому мужчине А мое Отсутствие Уверенности В себе Меня Как бы это сказать Мне придавало Определенной храбрости И я сказала себе Ну и что Что это Алан Делон Может быть Я просто Очень боялась Как можно было Устоять Когда за тобой Ухаживает сам Алан Делон Такой красавец Ну я устояла Не знаю И И у него Были Некоторые отношения С Эдит Пиаф Он конечно Перенес Вот эту Любовь Ко мне В этот спектакль И В этом спектакле Есть Его исполнение Песни Милорд Это Доказательство Любви Его ко мне И я думаю Что у нас Наши отношения Можно назвать Как что-то Среднее Между Любовью Дружбой И Огромным Взаимным Уважением Просто Мы никогда Не были Любовниками Но Это же не страшно Ну это Совсем Из автобиографии Патрисы Мы не скрываем Ничего друг от друга Я знала Что он ко мне Неравнодушен И в глубине души Ждала его Поцелуя Мне всегда Везло Потому что Меня всегда Подталкивали В объятия Очень Соблазнительных Мужчин Как Джереми Айнс Да, да, да Все в порядке Я очень горжусь С собой И с ним тоже Была только дружба Что касается Джереми Айронса Поцелуй был Настоящий На съемках Это был Первый фильм Но говорят Не только на съемках Это был первый фильм В котором я снялась И я попросила Чтобы поцелуй Был настоящий Скажите, а вы со всеми Мужчинами Остаетесь В дружеских отношениях Те, которые Действительно Для меня Были важны В моей жизни Да Но я говорю О тех мужчинах Которые Прошли Через мою жизнь Остальные Нет Потому что Это Не имело Значения Но у меня Было Немало Мужчин И я Не часто Говорю Это С телеэкрана Это эксклюзив Нам повезло Но я Сохраняю Связь С теми Кто был важен В моей жизни С нашим Дуэтом Ума Турман Вы спели Замечательную Песню Которая Называется Не позвонишь А я Позвоню Внезапно Как будто Между прочим До завтра Спокойной ночи Мой друг Мы Патрисе Передаем горячий привет Спасибо тебе Мы ее любим И целуем Чтобы столько лет Держаться Да Во-первых Это очень Очень трудно Должно быть Достаточно Жестким Она Очень крутая Мне кажется Стержень У нее есть Все равно Иначе она Не добилась бы Того Еще добилась Вы принадлежите К тем людям Которые Могут Вот так Позвонить Или К тем Кто Ждут Такого Звонка Это Зависит В силу Своей Известности В силу Моей Известности Я иногда Вынуждена Делать Первый Шаг Потому что Мужчины Побаиваются Но Конечно Со мной Такое Случается Что Я жду Как Можно Совершить Первый Шаг Вам Обличенной Такой Известностью Часто Мужчины Когда они Приходят Ко мне Начинают Встречаться Они Сразу Начинают Чувствовать Что они Обязаны Сказать Что-то О моих Песнях А я Знаю Что вы Пели Вот это И Или это И я Знаю Ваши Песни И в Москве Вы Были А я Предпочла Бы Чтобы Мне Сказали Вы Такая Соблазнительная Давайте Выпьем По Стаканчику Прекрасно Вы Признались Как-то Что Одна Одна Из Ваших Любимых Песен Пиа Ту Которую Вы Включили Естественно В программу Вашего Тура Это Посвящение Марселу Сардану Вашей биографии И тоже Есть Невероятной Красоты История Про Иностранного Миллионера Который Присылал За Вави Даже Личный Самолет Лежь бы С Вами Провести Какое-то Время Когда Вы Поете Эту Песню Вы Представляете Того Человека Или Нет 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 Это Не Настолько Красивая Любовь У вас Это Была Очень Красивая История Но Она Была Недостаточно Продолжительной Чтобы Кстати Чтобы Сражаться За нее И страдать Несколько Лет Назад Патрисия Каас Выступала На дне Рождения Иностранного Миллиардера Несмотря На то Что Именинник Был Женат Между Ними Начался Роман Который Продлился Несколько Недель Предполагают Что Мужчиной Который Покорил Сердце Певицы Был Румынский Бизнесмен Ремус Труйко В первый Раз В моей Жизни Я должна Сказать Что Меня Покорил Мужчина Такой Обеспеченный С таким Количеством Денег Это значит Что Я изменилась Потому Что Еще раз Возвращаясь К теме Уверенности В себе Раньше Такой Мужчина Напугал Меня Я бы Не чувствовала Себя На высоте С ним Мне показалось Что Это Чуть ли не Впервые В вашей жизни Был такой Порыв Вы Позволили Себе Вовлечься В какую-то Просто Вот Омут Любви Да Да Но я Думаю Что В первую Очередь Я Изменилась Потому Что Когда Он Прислал Этот Самолет Даже Мои Друзья Удивились И Они Мне Сказали Ты Сядешь В этот Частный Самолет И Полетишь К Мужчине Ну Ничего Себя Я Думаю Что Между Нами Было Что То Сильное Очень Но Скажем Так Что Я Была Готова К Красивому Роману Однако Этот Мужчина Был Не Свободен К Сожалению И Как Любой Прекрасный Принц Он Любит Любой Принц Умеет Рассказывать Истории Поэтому Я Прожила Сказку Из Автобиографии Патрисии Касс Я не желаю Быть очередным Приобретением Для его Коллекции Я Остаюсь Ни с чем Он Остается Со своей Женой Какой же Я была Дурой Вам было Жаль Что вы Расстались Или вы Подумали Ну и Достаточно Сказок Достаточно Ну Вы знаете Наша По моей Инициативе Мы Расстались Я Спровоцировала Это Он Говорил Что это Такая Настоящая Любовь И что Он Так Уверен В себе А я Не хотела Странно Странно Так я Сейчас Об этом Говорю Сама Себя Удивляю Я Не просила Чтобы он Ушел От жены Но Я хотела Чтобы она Была В курсе Чтобы она Знала О моем Существовании Зачем Это Надо Восемь Десять Месяцев Растягивать Историю Какую-то Тайну Через Полтора Месяца Я Спровоцировала Наше Расставание Рискую Конечно Тем Что он Может Остаться Со своей Женой И он Сделал Правильный Выбор Для своих Детей В первую Очередь И я Думаю Что я Уважаю Его За это Немного Женщины Найдется Которые Смогут Сказать Так Вы Очень Сильные Это Может Быть Потому Что В моей Жизни Были Гораздо Более Тяжелые Ситуации Я Попир Ваша Жизнь Проходит В основном На гастролях Очень Много Туров Я Даже Не понимаю Когда Вы Находитесь У себя Дома В своей Квартире Такая Жизнь Мало Располагает К тому Чтобы Обзавестись Семьей Есть ли Рядом С вами Сейчас Кто-то Кого Вы можете Назвать Своей Семьей Действительно Я очень Скучаю По Что Касается Моей Семьи Гастроли Семья Образуется Сама Собой Из тех Людей С которыми Я езжу Я чувствую Уважение И защиту И конечно Со мной Всегда Есть близкий Человек Сирил Который Сейчас Здесь В студии Это Мой Друг Это Мой Коллега Мы Работаем Вместе Но Вначале До того Как Началась Моя Карьера Мы Были Парой И он Пообещал Моей маме Заботиться Именно Это Он И делает Он Всегда Рядом Я Очень Ценю Его Но Знаете Это Как В парах С Большим Сопружеским Опытом Я Его Терпеть Не Могу И Ненавижу Его За то Что Он Меня Таскает По Этим Гастролям Все Другое И Конечно Я Тут Видела Фотографию Текила Которая Всегда Радуется Когда Меня Видит Она Сейчас Вместе С вами В этом Туре Да Она Сейчас В Гримвагене Конечно Она Могла Быть Сейчас Со Мной В студии Может Быть До Конца Передачи Серил Ее Представят Все Таки Нам И Вы С ней Познакомитесь Ну С Моей Маленькой Крошкой Давайте Попросим Серила Чтобы Он Может Подготовил Машу Маленькую Крошку Далее Наедине Со Всеми Не Не так Давно Буквально В прошлом Году Вы Продолжили Своё Актерское Начинание И Снялись В Французском Телефильме Убитая Где Вы Сыграли Мать 20-летней Дочери Которая Была Убитой И Расследованием Которой Вы Занимаетесь Вы Писали Что Этот Опыт Стал Для Вас Огромным Испытанием Да Это Так Это Было Очень Трудно Два Месяца Я Думала Прежде Чем Согласиться На Эту Роль Потому Что Это Большая Роль И Там Нужно Было Много Плакать Нужно Было Много Сердиться А я И то И другое Делаю Крайне Редко И Когда я Играла Эту Маму Я Понимаю Что Она Разрушила Себя Разрушала И Разрушила Себя Для того Чтобы Узнать Правду О Смерти Своей Дочери Кто Зачем Убил Мою Девочку Поэтому Я взяла Песню Которую Которая Не имела Никакого Отношения К фильму Из Писка Шиндлера И я Ее Слушала Слушала Бесконечно Слушала И я Говорила Себе Когда Ты Слышишь Вот Эту Скрипку Заплач И в итоге Это сработало И Когда У меня Были Очень Трудные Сцены Мне Приносили Наушники Я Ставила Себе Эту Мелодию И Слезы Приходили Просто Я Утопала В слезах Я Думал Это Классиш Ради Евы Они Считают Они Считают Что Убийство Может Появиться На Похоронах Да Можно Впускать Остальных Вообще Это Работа Мужская Потому Что Я Все Время Сражаюсь И Становлюсь Как Скала Все Тверже И Тверже Иногда Я Говорю Себе Может Быть У меня Камень Вместо Сердца А тут Я Обнаружила Что Нет Совсем Нет Я Поняла Что Во мне Есть Хрупкое Человеческое Сердце В своей Автобиографической Книге Вы сделали Сенсационное Признание Что Вы Не Можете Иметь Детей Что Этот Факт Был Признан Врачами И Пишите Что Восприняли Этот Факт Как Пощечину Судьбы Почему Вы Так Это Сформулировали Потому Потому Что Это Это Было Какое-то Еще Одно Испытание Которое Опять Свалилось На Меня Мы Все Всегда Говорим Себе Почему Вся Эта Боль Мне Когда Вы Женщина И Вам Объявляют Такую Новость Первое Чувство Это Чувство Несправедливости Жизнь Несправедлива И В то же Время Моя Жизнь Научила Меня Тому Что Это Своего Рода Туннель И В конце Этого Туннеля Всегда Есть Цвет И Нужно Идти Вперед Из Автобиографии Патрисы Иказ Я Нарушила Схему Многодетной Семьи Я Могла Стать Матерью Природа Давала Мне Такой Шанс Не Один Раз Но Я Отвергла Его Я Должна Признать Что Выбрала Карьеру Вы Всерьез Рассматривали Для себя Возможность Установить Ребенка Но Пока Этого Не Сделали Вы Не Чувствуете Себя Готовы Быть Матерью Серьезно Я Никогда Об Этого Не Думала Я Не Хотела Б Усыновлять Ребенка Если У Меня Рядом Нет Мужчины У Меня Нет Сил На Это Я Могла Бы Дать Очень Много Любви Я Думаю Но Вот Времени Я Еще Сама Недостаточно Насладилась Жизнью То Что Я Говорю Может Показаться Вам Очень Эгоистичным Но Это Сложно Не Знаю Не Знаю Ваш Шепертар Включена Песня Дит Пиаф Я Ни О Чем Не Жалею Я Это Это и ваша идеология? Вы тоже ни о чем не жалеете в своей жизни? Или все-таки жалеете? Нет, я ни о чем не жалею. А потом... Я очень благодарна. Знаете, я еще молодая. Я всегда говорю, что в 40, ну, мне чуть побольше, но в 40 лет начинается вторая жизнь. И мне кажется, моя вторая жизнь начинается гораздо лучше. Я спокойна, я верю в себя. И мне кажется, это будет здорово. И красиво. Я хочу поблагодарить вас за нашу беседу и пожелать вам безбрежного счастья, о котором поется в песне «Дит Пиаф» «Жизнь в розовом цвете», которая включена также в ваш репертуар сегодня. Мне кажется, каждый из нас нуждается в этом беззаботном счастье, когда ты никому ничего не должен и только принимаешь радость этой жизни. Но перед тем, как мы расстанемся с вами, я не могу не познакомиться сама и не представить зрителю главного на данный момент члена вашей семьи «Теки». Она готова. Конечно. Иди сюда. Иди сюда, детка. Вот она. Вот она. Спасибо большое. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok